привет ребята помните видео где я говорил о состоянии о внутреннем состоянии во время общения я говорил что если вам это видео зайдет то вы поставите лайк напишите комментарий и я буду еще снимать такие видео ребят молодцы вы ставили лайки вы писали комментарии и сегодня я снимаю продолжение а именно буду говорить о новом состоянии о следующем состоянии которое вы можете испытывать когда общаетесь с собеседником и не важно ребята не важно что это за собеседник это может быть новый человек это может быть старый человек это может быть маленький это может быть большой это может быть женщина это может быть мужчина это может быть кто угодно суть этого состояния это вы вызываете у человека определенные эмоции в том числе состояние тоже и сегодня как Как раз я расскажу, что это за состояние, как его вызывать, как его транслировать и какие могут быть подводные камни. Состояние называется «Я тебя люблю». Нет, давайте по-другому. Состояние называется «Я тебя люблю». Что это значит? Это значит, что когда вы общаетесь с человеком, вы вызываете у себя это состояние «Я тебя люблю». Как его можно вызывать во время общения? Первое. Вы можете проговаривать про себя, постоянно, безостановочно говорить «Я тебя люблю», 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 «Я тебя всего люблю». Второй вариант, как вызывать это состояние. Вы представляете этого человека и представляете каждую его клеточку, каждую его микроклеточку. И как вы каждую эту микроклеточку у этого человека любите. Можете по-другому. Представьте такой теплый свет, может быть белый, может быть голубой, какой вам приятен. Ну, желательно не черный, да, и не какой бы там супер красный. Но представьте какой-нибудь легкий мягкий свет, и этот свет его полностью обволакивает. Тепло так ему становится, этому человеку. И вы испытываете в этот момент состояние любви, что этот свет это и есть состояние любви, ваше состояние любви. И вы обволакиваете этого человека. Еще один способ. Вы можете просто проговаривать, что именно вы любите в этом человеке. Вы можете говорить, я люблю твой характер, я люблю твою ногу, я люблю твою правую ногу, я люблю твое левое ухо, я люблю тот правый глаз, я люблю. То есть вы проговариваете, опять же, про себя. Не нужно это говорить вслух, нужно испытать состояние тотальной любви к этому человеку. И ваша задача от этого состояния с человеком разговаривать. И больше ничего не нужно. Опять же, давайте, подводные камни. Первое. Не обязательно постоянно находиться в этом состоянии. Ваша задача периодично это состояние у себя вызывать. Второе. Если этот человек вам неприятен и вас тошнит от этого человека, вам хочется буквально убежать от этого человека, не нужно себя насиловать и заставлять вызывать у себя это состояние. Третье. Если вы видите, что человек сопротивляется вашей любви, то есть вы испытываете это состояние и от этого состояния начинаете говорить, но человек почему-то вот каким-то образом пытается вывести вас на другое состояние, не сдавайтесь. У него это происходит автоматически и постепенно он сдастся и будет совсем по-другому с вами разговаривать. Следующий пункт. Вам не нужно ожидать сразу от него реакции, такой же, которую вы ему даете. Не нужно. Просто вызывайте у себя это состояние периодично и смотрите, что будет. Но не ожидайте что-то взамен. Просто вызывайте это состояние. Следующий пункт. Не нужно слишком усиленно стараться это делать. Делать это в кайф, в удовольствие. Как игра, формат игры. Теперь важные предупреждения. Если вы слишком увлечетесь этим состоянием, вы можете влюбиться в человека. Если вам это нужно, пожалуйста, влюбляйтесь. Но если вы этого не хотите, то, пожалуйста, не слишком часто включайте это состояние. Включайте его периодично, опять же, тогда все у вас будет хорошо. Когда я рассказал в видео о состоянии друга, когда вы испытываете состояние друга и от этого состояния общаетесь с человеком, один зритель моего канала написал в комментариях, опять эти манипуляции по типу Корнеги. Как же мне это уже все надоело. Ребята, человек, который написал этот комментарий, не посмотрел мое видео. Потому что в видео я как раз говорю о том, что вы хотите, чтобы это был ваш друг. То есть вы это делаете от чистого сердца, от чистой своей души. То есть у вас есть желание сблизиться с этим человеком. И поэтому вы включаете состояние друга. Здесь то же самое. Если вы хотите сблизиться с этим человеком, если вы хотите как-то узнать его получше, если вы хотите, чтобы он опять же стал вашим другом, если вы хотите ему подарить приятность в виде состояния, то вы включаете состояние любви. Опять же, это не обман. И это не по типу Корнеги, это действительно ваше состояние. Просто вы его вызываете исключительно сами. Опять же, кто мне говорит, Дима, если ты его вызываешь исключительно сам, это манипуляция. Состояние должно включаться само, поэтому это от души. А я очкарик, все знаю. Да. А, ребята, на самом деле, если вы постоянно ждете, когда же у меня включится состояние, то вы, получается, зависимы от своих эмоций и от своих мыслей. Так вы подумайте, может быть, все-таки вы управляете своим телом, вы управляете, у вас пульт управления, а не тело управляет вами. Сидите вы такие, ждете, вот сейчас меня долбанет, и я буду любить. Я жду. Нет, ребят, если вы осознаны, то вы можете включать у себя определенное состояние во благо себя и во благо другого человека. И это нормально, и это естественный процесс. А вот не нормально, если вы такие постоянно по жизни ждете. Я хочу дружить с Михаилом, но я не буду с ним дружить. Я буду ждать своего порыва и состояния, которое у меня когда-нибудь должно включиться. А если оно не включится, ну, значит, не судьба. Эх, или девушка вам нравится. Действительно, какая-то клевая девушка нравится, но вы боитесь к ней подойти, сказать, я тебя люблю. Или, например, может быть, не говорить, что я люблю, но при этом хотя бы с ней пообщаться, может быть, каким-то образом сблизиться, и вы этого не делаете, вы ждете. Может быть, когда-нибудь подойдет она. Или вы ждете, когда вас накроет смелость, да, вот это состояние смелости, уверенности в себе. Об этом мы тоже поговорим в следующих видео. Вы ждете это состояние, а состояние не приходит. И вот уже она вышла замуж, у нее уже трое детей, а вы все так же ждете. И вот она уже развелась, и опять вышла замуж, и у нее еще трое детей, а вы продолжаете ждать состояния смелости. Ребят, у вас есть всегда выбор. Включить у себя состояние и начать действовать, либо пассивно ждать. Потому что я очкалик и все знаю. И на сегодня все. Если у вас будут вопросы по этому состоянию, пишите в комментариях. Если у вас будут какие-то, может быть, дополнения, которые вы хотели бы сказать мне, опять же, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите, чтобы еще больше крутых видео выходило от меня, подписывайтесь обязательно. Это меня очень хорошо мотивирует. Ставьте лайк, рекомендуйте мои видео. Человеку, который ждет, пока у него появится состояние. Порекомендуйте это видео ему. И напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть паблик и моя личная страница. Зайдите ко мне на гонек, посмотрите, чем я занимаюсь, кроме своего канала, когда я снимаю вам видео. Пока-пока, ребята. И любви вам. Тотальной любви. Это манипуляция. Ау, блядь. Если бы в нашем мире было бы побольше любви, то счастье было бы не за горами. Мы бы все улыбались друг другу и говорили, какие мы лапочки, какие мы классные, какие мы все муси-пуси-пуси. Ту! Люблю вас.